Всем привет! В этом видео покажу, как шила самую, наверное, популярную и в то же время ходовую, простую и носибельную модель. Это вот такие летние топ и майка, а-ля алкоголичка, или как ее называют правильно. В общем, из кашкарсе будем шить. Очень важно для таких вещей брать кашкарсе маленькой плотности, чтобы оно было мягкое и очень хорошо тянулось, потому что есть кашкарсе жесткое, плотное и тянется оно не очень хорошо. Мой топ я, кстати, шила по бесплатной выкройке, ссылка будет в описании под видео, так же, как и ссылка на бесплатные выкройки обычной детской майки. Именно ее я взяла за основу, бельевая майка. Я просто на глаз сейчас прикину, как я буду делать, моделировать. Для дочки у меня будет топ на бретельках, здесь у меня остаток кашкарсе, вы сами видите, какой он небольшой по высоте. Я просто так вот на глаз прикинула, вы можете, кстати, вырезать, чтобы было удобнее выкраивать эту выкройку готовую, как вам нравится. Я же сейчас просто так вот по ткани, как обычно, выкраиваю, так как я хочу, как мне удобно. Углубила я пройму, углубила я вырез, подровняла низ, спинка у меня будет точно такая же, только, единственное, сзади вверх я увеличила на 3 сантиметра. И из вот этих остатков мне надо выкроить сейчас бейку для бретелек. Кашкарсе у нас трикотаж, поэтому бейку мы краем не косую, если это хлопок, а просто обычную. Для сына я хочу сделать сзади такой X-образный вырез, тоже просто от руки на глаз, просто вот так вот прикидываю, намечаю, как у меня будет этот вырез. Кстати, так как кашкарсе очень хорошо тянется, я ширину у этих маек даже немножечко убавила, то есть 2 сантиметра я отняла от выкройки, когда краила. И еще такие топые мальчики, конечно же, идеально шить из кулирки с лайкарой, это тоже отличный летний вариант. Ну, спинка у меня будет вот такая с вырезом, а перед я выкраила практически без изменений, единственное, углубила тоже горловину у переда. Прежде чем краить, кашкарсе обязательно нужно постирать, потому что оно дает усадку, это обязательно. Не ленитесь, особенно когда шьете для себя, это же приятно потом пошить и сразу надеть, чистенькую, приятно пахнущую вещь. Ну и приступим к пошиву. Достаем распошивалку, окантовыватель, с помощью которого мы и будем окантовывать наши бретельки. Иголочки я переставляю в узкое положение. У меня уже на канале несколько видео подробно, где я рассказываю, как настраивать, закреплять окантовыватель. Но сейчас я подробно не буду на нем останавливаться. Единственное, что у меня окантовыватель в три сложения, ширина входа бейки три с половиной, а на выходе полтора сантиметра. Начну обработку стопа для дочки. Просунула я бейку, очень важно, чтобы она правильно легла, не была нигде перекрученная. И буду окантовывать сейчас перед, горловину и спинку. Вставляю основную деталь вовнутрь и все, процесс окантовки пошел. Вейка у нас сама растягивается так, как надо, не надо ничего растягивать. И если все правильно настроено, то на выходе у нас должно получиться вот так вот. С изнаночки и с лица такая вот красивая, аккуратная обработка. Обязательно сейчас идем на утюг. Приутюживаем этот шов, чтобы потом он не лежал у нас некрасивой волной. И повторяем всю ту же самую процедуру со спинкой. И теперь можно приступать к обработке бретелей. Я длину бретелей всегда делаю на глаз. Начинаю обработку с низа. Потом оставляю у детской буквально 6-7 сантиметров вот здесь в высоту. И заканчиваю бретельку уже на спинке. Но можно посмотреть по готовой выкройке длину вот этой нашей проймы. Это и будет длина бретелей. Можно добавить парочку сантиметров. Начинаю обработку. Вот в этом месте, кстати, у меня немножечко машинка забуксовала. Было видно на утолщении. Потом чуть позже покажу. Будет там пропуск небольшой. Ну, распушивалка дамочка капризная. Поэтому очень важно выбирать правильные ткани, правильные иглы и нитки. Очень качественно она все любит. Вот здесь, в этом месте, смотрите, да? Видите, стежок пропущен. Хорошему желательно распороть и сделать все заново. Но я в этом месте вручную с изнаночки закрепила этот пропущенный стежок ручками. Почему распушивалка так поступила? У меня здесь кашкарсе довольно-таки средней плотности. Не самая мягкая, как у меня на моем розовом топе. Здесь, по-моему, плотность 320. На моем розовом топе самая маленькая плотность это 270 кашкарсе. Оно такое прям максимально мягусенькое. Ну и на этом утолщении на скорости немножечко игла пролетела. Обычно в таких проблемных местах уменьшаю скорость и вообще стараюсь даже вручную прокручивать маховик, чтобы не было таких проблем. Но тут пролетела и забыла. Вторую бретельку я также на глаз просто вот так сравниваю и делаю длину. Ну и все, окантовка у нас, маечки, закончена. Таки идем на утюг. Ну смотрите, глазомер меня не подвел. Бретельки получились одинаковой длины. Это отлично. Теперь идем на оверлок и соединяем боковые швы. Хвостик от оверлочной строчки, как обычно, прячем в саму оверлочную строчку. И этот шов, чтобы он у нас красиво лежал и не мешал, не терся, обязательно сейчас надо зафиксировать на сторону спинки. Я буду использовать свою любимую микрозакрепку. Это прерывистый зигзаг. Иголочка должна топтаться на месте. Ширину ставим по максимуму на своей швейной машинке. И вот так вот легко и просто делается такая красивая и аккуратная закрепка. Реверс я не люблю, потому что иногда может тоже машинка на таком уплотнении забуксовать. А вот такая закрепочка всегда справляется на ура. Тут я думала, может удлинить топ и сделать вот такой вот поясок из этого же корсе, да, в два раза просто сложить и пришить, как на штанах. Но так как ткани у меня уже совсем не хватало, был бы очень плотный и узкий пояс, поэтому я подогнула на 2 см, приутюжила, поменяла иголочки, опять поставила на распошивалке в широкое положение. Ну, так намного легче делать подгибку. И, кстати, я ее делаю на глаз, как вы можете заметить, но если вам тяжело или вы только начинаете шить, еще не приноровились к своей машинке, поэтому можете вручную вот в этом месте сметать. И чтобы вот эта наша смеоточная вспомогательная строчка шла именно между двумя этими иглами, чтобы у нас край был полностью спрятан в шве. Вот так вот это должно выглядеть красиво и аккуратно. Кстати, моя прозрачная лапка шла в комплекте к моей распошивальной машинке. Я металлической даже практически и не пользуюсь, пользуюсь всегда вот такой прозрачной, она очень удобная. Здесь заканчиваем шов, я ниточки обрежу, чтобы они мне не мешали. Стараюсь попасть именно уже в проложенную строчку. Иглы попадают ровно в строчку, делаю парочку стежков, поднимаю лапку, поднимаю иглы, увожу ткань в сторону, делаю опять-таки пару строчек. И в этом месте очень важно, не обрезайте просто так нитки, их надо зафиксировать, сделать узелок, чтобы шов у нас потом не расползся. Вот и все, первый топ готов. Теперь приступим ко второму варианту. Здесь уже начинаем обработку с оверлока, с одного плечевого шва. Соединяем, пока что только один. И затем уже идем на распошивалку, окантовываем горловину и одну пройму. Но здесь у меня, к сожалению, ниточки в тон закончились, их очень-очень мало, поэтому, ну уж не судите строго, что на изнанке у меня будут другого цвета нитки. Кстати, очень люблю Мадейру, она очень качественная, но зараза дорогая по сравнению со всеми остальными другими нитками. Окантовываем, не забываем, что плечевой шов у нас смотрит на сторону спинки. Здесь в этом месте тоже надо быть аккуратным на утолщении. Ну, как я уже сказала, на изнаночке у меня будут другого цвета нитки, но это не так страшно, я думаю. Вы мне простите это. Обязательно после того, как окантовали горловину и пройму, идем на утюг и хорошенько все приутюживаем, чтобы не было никаких волн. И уже затем соединяем на оверлоке второй плечевой шов. Хвостик также прячем. Сразу можно соединить, не отходя далеко от оверлока, и боковой шов. Ставим микрозакрепку и окантовываем уже вторую нашу пройму. Возвращаемся на распошивалку. Теперь соединяем боковой шов. Тут у меня помощник мешает мне работать. Низ обрабатываем точно так же на распошивалке. И вуаля! Вот такая красота у меня получается. В этом месте, смотрите, немножечко тоже косикнуло. Ткань у меня немножечко ушла в окантовывателе, немножечко криво пошла. Поэтому такая вот здесь не идеальная такая вот горловинка у меня получилась. Но я уже не стала ее распарывать. Как у меня еще и ниток было впритык в тон. Поэтому решила уже оставить так. Потому что это топы на каждый день. Ходовые. Самые простые, чтобы дети их носили. Убивали на детских площадках, на даче, в деревне. В общем, модель такая универсальная, простая, базовая. Мой розовый взрослый топ шьется точно так же, как и майка у сына. По такому же принципу. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Ну и, конечно же, шейте с удовольствием.